Хакерская группировка, называющая себя Fancy Bear, выложила в интернет еще одну порцию материалов из закрытой базы ВАДА. В новом списке фамилии 25 участников игр в Рио в разные годы с позволения агентства, принимавших запрещенные вещества. Подлинность документов в ВАДА уже подтвердили. Больше половины упомянутых в списке атлетов завоевали награды в Рио-де-Жанейро. Вот именно чемпионов игр. Американцы – теннисистка Беттони Матек Санс, баскетболистка Бритни Гринер, ловцы Джек Конгер и Кэтлин Бейкер. Легкоатлетки Диана Прайс и Мишель Картер. Еще упомянут и британец Брэдли Уиггинс. У него первое место в командном спринте. Датская пловчиха Пернила Блюм, пловец из Польши, гребец, простите, из Польши Наталья Мадай. И также у них награды высшей пробы. В документах значатся обладатели серебряных и бронзовых медалей. Это спортсмены из Германии, Чехии и Румынии. В списке оказался и один россиянин, боксер Миша Алоян. В его пробах нашли вещество, которое входит в состав спрея от насморка. Спортсмен по назначению врача принимал лекарства, когда простыл в период подготовки к играм. На этом этапе данный препарат принимать можно. Запрещенные препараты я никогда не принимал. Тем более, ну, логически, если судить, то как можно все это употреблять, скажем так, на носу Олимпийских игр. И каждый день мы находимся в системе Адамса. Это система, скажем, сайт антидопингового агентства. Мы всегда под пристеленным наблюдением. И, конечно, это информация требует разбирательства. Я, конечно, самому неприятно, что там мое имя вылезло. Напомню, на днях хакеры выложили в сеть документы, подтверждающие, что запрещенные препараты в разное время принимали такие знаменитые американские спортсмены, как Сирена и Винус Уильямс, Симона Байлс, Елена Деледон. Гендиректор ВАДА заявил, что хакеры, взломавшие базу, цитата, «имеют отношение к России». В свою очередь, глава независимой антидопинговой комиссии ОКР Виталий Смирнов в интервью телеканалу RT отметил, кибератаки — это проблема глобальная, а Россия готова содействовать расследованию. Наша комиссия в настоящее время работает в тесном взаимодействии с ВАДА, стремясь наладить с этим агентством прочное и открытое отношение. Акции вроде нынешнего взлома ставят под удар плоды наших усилий. Мы против любых кибератак, считаем их противозаконными и решительно осуждаем. Кибератаки на сегодняшний день стали глобальным феноменом, и мне кажется, что было бы неправильно сходу приписывать их какому-то одному государству. К сожалению, подобные акции ставят под удар наши отношения с ВАДА. Президент ВАДА, сэр Крейг Риди, обратился к нам с просьбой помочь в расследовании данного происшествия. И мы готовы оказать ВАДА содействие в расследовании. С этой целью мы уже обратились в Роскомнадзор. Там нас заверили, что готовы задействовать все необходимые средства и наладить взаимодействие с другими государственными ведомствами для расследования взлома. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!